МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Финал Кубка России все ближе к Волгоград-арене. Дату 9 мая отстаивают на уровне Национального футбольного союза. Митинг обманутых дольщиков Ахтуба, Сити-парка, Волжском политикам и чиновникам напомнили о невыполненных обещаниях. Волжский межрегиональный природоохранный прокурор приехал в Волгоград и провел личный прием граждан. Ограбление ювелирного салона в Камышине во время погони за вооруженными преступниками в голову ранен полицейский. В Волгоградской области идет поиск вооруженных налетчиков, которые ограбили ювелирный салон в Камышине и прострелили голову полицейскому. Все произошло в воскресенье. Процесс ограбления магазина зафиксировала камера видеонаблюдения. Трое преступников в масках, прихватив добычи на 5 миллионов, скрылись на автомашине Нива-Шевроле. План перехвата был объявлен немедленно. После совершенного разбоя злоумышленники были замечены на федеральной трассе, где их стал преследовать экипаж ГАИ. Несмотря на то, что в служебном автомобиле было прострелено колесо, сотрудники не растерялись и продолжили движение. И только огнестрельное ранение в голову полицейскому, который в тот момент находился за рулем, не позволили задержать преступников. Первую помощь раненый полицейский получил в Камышинской больнице. Там его навестил начальник главка МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. Генерал-лейтенант полиции возглавляет группу по поиску преступников. В операции задействованы 300 сотрудников МВД и Росгвардии. Сегодня раненого полицейского по согласованию с областным комитетом здравоохранения транспортировали в Волгоград. Для этого был задействован вертолет санитарной авиации, недавно поступивший в распоряжение медиков региона. Воздушная скорая помощь приземлилась на вертолетной площадке городской клинической больницы номер 25. Теперь получившего огнестрельное ранение в голову сотрудника ДПС из Камышина обследуют волгоградские специалисты. Обманутые дольщики жилого комплекса «Ахтуба Сити Парк» провели очередной митинг. Люди собрались на площади Ленина в Волжском и напомнили властям разных уровней и конкретным политикам, что обещания надо выполнять. Нам так никто и не помогает. То есть как мы стояли на улице, так мы на ней и стоим. Без жилья и без денег. И когда это все решится и закончится, никто не дает ответ нам, потому что только отписки. Смотрим, решаем, но пока ничего не решили. Первый дом комплекса «Ахтуба Сити Парк» должны были сдать еще в конце 2015 года. На сегодняшний день потеряли вложенные деньги и так и не получили обещанного жилья как минимум три сотни человек. Выход из ситуации, по мнению дольщиков, это появление компании-инвестора, которая займется возведением домов вместо застройщика банкрота, а также внесение соответствующих изменений в федеральный закон, гарантирующий защиту граждан от действий недобросовестных застройщиков. Сегодня Волжский межрегиональный природоохранный прокурор, который базируется в Твери, провел личный прием граждан в Волгограде. Были приняты все, кто записался. Основные вопросы, которые волновали граждан, это несанкционированные мусорные свалки, заполонившие регион, и загрязнение атмосферы промышленными предприятиями. Есть предприятия, я не буду сейчас их называть, они тоже известные, которые, ну, по разным причинам, еще недостаточно, но у меня нет никаких сомнений, что все услышали и президента, и читают из законодательства, что в экологию надо вкладываться. Есть такие предприятия, которые, ну, аутсайдеры в Волгограде, которые сегодня пока не перестроили свою политику, экологическую политику. На уровне Российского футбольного союза заявлено, что финал Кубка страны сезона 2017-2018 предварительно намечен на 9 мая, День Победы, и пройдет, скорее всего, в Волгограде на новом футбольном стадионе. О том, что губернатор Волгоградской области обратился к Виталию Мутко как президенту РФС с предложением провести главный матч очередного сезона Национальной футбольной лиги в городе Героя, стало известно около двух недель назад во время официального представления команды «Ротер Волгоград» нового главного тренера. Губернатор обратился к Виталию Мутко как к президенту РФС о том, чтобы финал Кубка России прошел именно в Волгограде. На сегодняшний день понимание есть, но официально, я думаю, будет объявлено, как пройдет зеребьевка, как все будет составлено, расписание все, и, возможно, будет большая вероятность, не хочу забегать вперед, но надеемся, что положительно будет, что финал Кубка России. Если Российский футбольный союз примет окончательное решение в пользу Волгограда, то 9 мая 2018 года город-герой впервые примет финальный матч Кубка России. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова